Слышь ты, бородатая чучела, я твой хейтер, меня зовут Вовочка, мне 9 лет. Тебя не существует, поэтому горит... Дорогой Дед Мороз, в эту новогоднюю ночь я хочу писать научись. Уважаемый Дедушка Мороз, в следующем году я хочу накачаться и стать похожим на тебя. Прошу, осуществи мою мечту, твой друг Денис. Вот это то, что надо, это я могу. Всем привет, друзья! Вы попали на разоблачение одного из самых топовых воркаутеров в мире, а может и самого топового воркаутера в мире, это Эндреа Лароса. Лароса это топовый воркаутер из Италии, который занимается только калистеникой. Он уже занимается 5 лет, только 5 лет, можно сказать, потому что многие воркаутеры занимаются гораздо больше и не достигли таких результатов, как он. У него супер сногсшибательный результат, он да просто мировая звезда, супер воркаутер. Естественно, он занимается 5 лет, добился очень хороших объемов мышечных и также очень хороших силовых показателей на турнике и брусьях. Лароса снял видео на своем YouTube-канале, что он никогда не употреблял стероиды и что он типа до сих пор их не употребляет. Естественно, с его формой это сложно сказать, что он не употребляет стероиды, потому что человек занимается профессиональным воркаутом, выступал на огромном количестве соревнований, просто куча побед, там первое, второе место, у него даже ни разу третьего места не было. То есть он абсолютный чемпион, можно сказать, во всех чемпионатах, соревнованиях. Итак, зачем же все топовые атлеты говорят, что они натуралы? Они говорят это для того, что потому что у них много заслуг и они как бы не хотят их обесценивать тем, что будут говорить, что они занимаются схемией, потому что люди, естественно, смотрят на крутых атлетов и думают, о, нифига себе, я так же могу. Но если вы занимаетесь без химии, то вы таких результатов, увы, не достигнете. И многие атлеты это понимают и, конечно же, об этом не рассказывают, чтобы не расстраивать своих зрителей, поклонников и остальных людей. Как я и сказал ранее, Лароса занимается калистеникой. Калистеника это работа только со своим весом. Это без отягощений, подтягивается он со своим весом, отжимается со своим весом, элементы всякие делают со своим весом. То есть представьте, что нужно сделать, чтобы со своим весом так накачаться. Это невозможно. Он не использует отягощение, не качается в зале. Как можно получить такие объемы мышечные только со своим весом? Это просто невозможно. Со своим весом только можно увеличить какие-то характеристики, например, подтягивания, отжимания, какие-то там элементы, ну, вот функционал, короче. Но чтобы нарастить какие-то огромные мышцы, вы никогда их не нарастите. Интересный факт, ребят. В 16-м году Лароса сломал себе руку, когда делал какой-то элемент на турнике, упал и сломал руку. Такое бывает, некоторые атлеты ломают ноги, да? Но после этого у него, конечно же, упали показатели силовые, также упала форма, то есть слился немножко. И потом он начал набирать форму, и уже вот с 16-го, наверное, с начала 17-го года он начал химичить. Но до этого он не химичил, потому что у него форма вполне обычная для турникмена. Он стройный такой, сухенький, подтянутый, нормальный турникмен. Но уже с 17-го года он начал набирать форму, и смотрите, какой он сейчас. Друзья, смотрите, заходим в инстаграм Лароса и смотрим. 14 сентября 16-го года Лароса выглядит, ну, примерно вот так. То есть он дрыщ, да, обычный турникмен. Немножко поднимаемся выше, то есть бац, и вот тут мы уже смотрим. В 17-м году, то есть вот 17-й год, 9-е мая, его раздуло просто как шар. Такого просто быть не может, за один год человек так не накачается. Он набрал, наверное, килограмм 15, наверное, тут не меньше. То есть что это получается? Это получается, что человек, когда сломал руку, после этого, как бы, хотел быстро восстановить все свои результаты, хотел восстановить форму, может еще больше набрать форму, и начал химичить. Но до 17-го года я уверен, что он не химичил почему-то, потому что у него форма вполне обычная для человека, который занимается натурально на турничках. Это вполне нормально было до 17-го года. Смотрите дальше, ребят. 17-й год пошел, бам, просто машина огромная. Дэвид Лейт просто отдыхает по сравнению с этим чуваком. А Дэвид Лейт, конечно, занимается с весами. Бам, просто рама такая. Вы думаете, вот так можно со своим весом раскачаться? Вы прикалываетесь? Вы прикалываетесь такие плечи иметь? Это просто жесть. Запомните, ребят, такие дутые плечи, как у Лароса, не характерны натуралам даже на пампе. То есть, если натурал напампится, у него таких огромных плеч никогда не будет даже на пампе. Блин, без памп, тем более. То есть, такие характерные огромные шарообразные плечи свойственны только химикам. Друзья, как я и говорил ранее, что ни один крутой атлет с крутыми результатами не будет говорить, что он химик. Не будет признаваться в этом. Потому что тогда падает доверие его зрителей, фанатов. Естественно, фанаты разочаровываются, что типа они не могут достичь такого крутого результата, как их кумир. И также во многих штатах, во многих странах, во многих государствах запрещено говорить о химии, запрещено ее хранить, запрещено использовать и так далее. То есть, если человек скажет, что он химик, то он, естественно, использует и, возможно, ему дадут штраф, либо вообще посадят. Никому этого не нужно. Друзья, нужно сказать, что Ларосе сейчас 22 года. Я должен был это сказать в начале ролика, но забыл. 22 года и он эктоморфного типа телосложения. То есть, посмотрите, какой он в начале был. Худой просто в хламину. И то есть, сравните человека, который занимается 5 лет, какие у него результаты, я имею в виду по форме, по телосложению, и какие у меня тоже у эктоморфа, который занимается 11 лет. И посмотрите, кто из нас натурал, а кто химик. Это сразу же просто невооруженным глазом видно. Друзья, смотрите еще фото. Вот у него фото, выставленное 15 марта 2017 года. Посмотрите, как он выглядит. Вот тут он уже начал химичить. Видно, что мышцы наливаются потихонечку такие, округлые становятся. Немножко листаем вверх. И смотрим, 9 мая 2017 года, всего лишь через 2 месяца, он становится просто невероятным быком. То есть, мышцы налиты, огромные, напампленные. И по сравнению с тем фото, он просто тут халк. Если у вас еще остались сомнения по поводу того, химик он или натурал, то вы можете написать об этом в комментариях. И ребятки порассуждают с вами, расскажут, почему он химик, почему он натурал. Может, какие-то приведут новые аргументы, какие-то мнения свои скажете, да. Пишите, короче, в комментариях и рассуждайте. Будет интересно, я буду читать и, возможно, отвечу на многие ваши комментарии. А так, спасибо большое за внимание. Пишите, кого вы хотите расследовать в следующем. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok